Индийский океан В этот момент, чтобы сфотографировать секретный объект русских, американский разведчик «Орион» снизился на предельно низкую высоту Американец обнаглел до того, что когда пытались поднять, он настолько висел над головами, что он просто мешал работать Помимо американского самолета, советским военным морякам сильно мешали волны, достигавшие высоты трехэтажного дома Они в любую минуту могли разбить небольшой аппарат о борт корабля Выполнение боевой задачи оказалось под угрозой срыва Американец настолько мешал, что у одного нашего вертолетчика не выдержали нервы И он сделал то, что по всем правилам мирного времени не делает Он просто в воздухе поперек курса американца выстрелил ракетницей То есть он фактически начал воздушного боя Решительные действия советских вертолетчиков подействовали на экипаж американского «Ориона» отрезвяюще И он был вынужден вернуться на свою базу Только после этого моряки смогли поднять из воды бесценный груз Спасательная операция завершилась успешно Позже состоялись еще несколько пусков подобных аппаратов Они нормально отработали, все хорошо Они дали большой практический результат в выборе и покрытия, и форм Доставленные в СССР образцы дали конструкторам бесценную информацию Необходимую для создания первой советской многоразовой космической системы «Урана» Секретным космическим аппаратом, за которым безуспешно охотилась американская разведка Был советский «Бор-4» или беспилотный орбитальный ракетоплан По официальной версии он предназначался для испытаний элементов тепловой защиты Многоразового воздушно-космического корабля «Буран» Но мало кто знает, что он имел и военное назначение Он был прототипом одного из 15 ядерных боевых блоков Которые «Буран» мог перевозить в своем грузовом отсеке И поражать прямо с орбиты наземные объекты НАТО в любой точке мира При необходимости этими же боевыми блоками он мог также поражать Американские военные спутники или орбитальные станции В нашем фильме мы впервые расскажем о военных аспектах Самого грандиозного советского космического проекта «Буран» Куда исчезли его орбитальные корабли И что приготовили конструкторы им на замену 24 июля 1969 года В Тихом океане приводнился экипаж американского космического корабля «Аполлон-11» Мир ликовал Трое астронавтов во главе с Нейлом Армстронгом Стали единственными из землян, осуществившими посадку на Луну И исследование ее поверхности Благодаря этому старту США выиграли лунную гонку Советского Союза Это был реванш за первые полеты искусственного спутника и человека в космос Но перед Национальным космическим агентством НАСА и руководством страны Встала проблема Что делать дальше? Первый подход был очень простой Развивать уже достигнутый задел То есть предполагалось создание базы на Луне На основе технологии Аполлона Полет на Марс Но это вылилось в очень большие деньги Америка не могла себе позволить Потому что были волнения национально-черного меньшинства Была в самом разгаре война в Вьетнаме И это было невозможно сделать Новый президент США Ричард Никсон Решил урезать расходы на космос Из перспективных проектов он выбрал лишь создание космической станции и челнока Подключившиеся к работам Пентагон, ЦРУ и Агентство национальной безопасности Тут же выдвинули требования, чтобы корабль мог выводить на орбиту грузы длиной до 18 метров и весом до 10 тонн При спуске челнок должен был совершать боковой маневр на 2500 километров Подлинное назначение его грузового отсека стало известно только спустя годы Начинал разрабатываться на тот момент самый современный, самый последний спутник оптико-электронной разведки Ки-Аш-11 Ки-Аш это по-английски сокращение аббревиатуры замочной скважины Это неспроста, потому что это был большой тяжелый спутник с диаметром зеркала почти 2,5 метра То есть это фактически телескоп, который летал вокруг Земли и смотрел вниз Оно сказать, что этот спутник сейчас очень широко применяется И у нас нет адекватных аппаратов аналогичного класса с аналогичными возможностями 5 января 1972 года Ричард Никсон официально объявил о начале работ по многоразовой транспортной системе Space Shuttle Через два месяца военно-промышленная комиссия при Совете Министров СССР Приняла решение подготовить предложение по аналогичному космическому комплексу Но реализация проекта натолкнулась на сопротивление ракетных и авиационных конструкторов Почему? Потому что космическое промышленность ракетостроения Было занято борьбой за создание стратегического паритета с Америкой У нас было ядерное оружие, но у нас было меньше средств доставки А аналогичная ситуация была и в авиации Поэтому когда даже возникал вопрос, что если мы эту систему будем делать, то кто ее будет делать? И никто не хотел брать Ситуация изменилась весной 1974 года После серии неудач со стартами лунной ракеты Н-1 КБ Сергея Королева вынужденно погинул его руководитель Василий Мишин Образованная на его базе НПО «Энергия» возглавил Валентин Глушко В мае 1974 года Валентин Глушко прибыл в НПО «Энергия» и сразу заявил сотрудникам Я пока не знаю, чем мы с вами будем заниматься, но точно знаю, чем мы не будем заниматься Не будем копировать американский шаттл Вскоре группа советских космонавтов побывала с визитом в США, где их ждал сюрприз В Хьюстоне они неожиданно увидели якобы секретный плакат, на котором была разрисована концепция атмосферного НРК шаттла с орбит В Советском Союзе эту новость интерпретировали по-своему Челнок способен пролететь над Москвой и сбросить ядерную бомбу В июне 1974 года в США на военном заводе в Паун-Дейле было начато строительство двух космических челноков В честь звездолета из фантастического телесериала «Стар Трек» первые из них назвали «Энтерпрайз» В этот период в Москве секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрий Устинов и Главное командование космических средств Минобороны Убедили Валентина Глушко создать многоразовую космическую систему МКС Не уступающую американскому шаттлу и способную обеспечить безопасность страны из космоса В 1976 году американский челнок «Энтерпрайз» завершил подготовку к атмосферным испытаниям А в СССР адекватного ответа ему все еще не было Угроза возможной ядерной атаки с орбиты вынудила советское руководство пойти на беспрецедентные шаги Выходит секретное постановление, наверное самое секретное, но секретное до сих пор Постановление о изучении вопросов по созданию оружия для ведения боевых действий в космосе и из космоса Это тоже в 1976 году Фактически вся наша программа по военному использованию космоса Естественно, что Устинов стоял у истоков этого дела И он уже потом руку держал на пульсе и не спускал, все это дело курировал За время Холодной войны это был третий случай после создания межконтинентальной баллистической ракеты И системы предупреждения о ракетном нападении Когда СССР вновь опережал США в разработке перспективных видов оружия Вскоре появился новый, не менее значимый секретный документ Особой важности 17 февраля 1976 года Москва Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР номер 132-51 Принять предложение о создании многоразовой космической системы Предназначенной для комплексного противодействия мероприятиям вероятного противника По расширению использования космического пространства в военных целях Решение целевых задач в интересах Министерства обороны СССР, народного хозяйства и науки Проведение военно-прикладных исследований и экспериментов в космосе Создание боевых космических систем с использованием оружия на известных и новых физических принципах Выведение на околоземные орбиты Обслуживание космических аппаратов Доставки на орбитальные станции космонавтов и грузов И возвращение их на Землю Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев Председатель Совета Министров СССР Николай Косыгин Общее руководство созданием многоразовой космической системы Впоследствии названной «Энергией Буран» Возложили на НПО «Энергия» Министерства общего машиностроения Главным конструктором МКС и ракеты-носителя был назначен Игорь Садовский Которую позже сменил Борис Губанов «Энергия» раньше так называлась «Энергия» Конечно, внесла определяющий вклад в эту программу Она ее формировала и являлась головной организацией По проекту «Энергия Буран» Главной проблемой оказалось создание орбитального корабля «Буран» Его главным конструктором стал Юрий Семенов Работать ему пришлось в тесном контакте с Министерством авиапромышленности Где было образовано новое предприятие «Молгия» Его возглавил известный конструктор Глеб Лозин-Лозинский Который еще с середины 60-х активно разрабатывал близкую тему Многоразовую воздушно-орбитальную систему «Спираль» «Буран» стал вторым космическим проектом Глеба Евгеньевича Мало кто знает, что первый летный экземпляр «Бурана» Первоначально имел другое название – «Байкал» Это имя ему рекомендовали контрразведчики Когда на запад просочились сведения о советской многоразовой космической системе С названием «Байкал» корабль уже прошел огневые испытания на Байконуре Но после эксперимента напись, расположенная над крылом, заметно обгорела Стало ясно, что при сходе с орбиты в плазме, где температура поднимается свыше 1400 градусов по Цельсию От названия «Байкал» могла бы остаться не самая лучшая часть Поэтому конструкторы решили вернуться к первоначальному названию С ним корабль и вошел в историю В первой половине 70-х США приступили к созданию противоспутниковой системы «Асад» Предполагалось, что ракеты по советским космическим аппаратам будут запускаться с истребителями В случае базирования на авианосцах, они должны были перехватывать спутники из любой точки Мирового океана В 1976 году в СССР для наведения ударных кораблей на плавучие ядерные аэродромы Была принята на вооружение космическая система морской разведки и целеуказание «Легенда» В ее испытаниях на полигоне Байконур принимал участие тогда еще капитан первого ранга Владимир Гудилин Системы создавались надводные корабли Это типа Киров атомные крейсера, Дрозд и ряд других Которые имели на вооружении до 20 пусковых установок «Базальт» И которые следовали на дистанции ракетного удара за авианосно-ударными соединениями американцев Это доставляло большие неприятности Мы тогда владели мировым океаном И американцы, прямо скажу, боялись серьезно Потому что мы могли нанести удар в течение считанных, если не секунд, то уж минут точным Основу системы «Легенда» составляли радиолокационные спутники с ядерными мини-реакторами Для их эксплуатации в далекой казахстанской степи была создана особая воинская часть Состоявшая из моряков, отслуживших на атомных подводных лодках Северного флота Там были морские подразделения Матросы, которые служили три года В отличие от солдат, которые два года Это было вопросом противоречия Офицеры, которые дослужили в кадре в МАЭФ и носили морскую форму одежды В том числе и я По результатам стендовых испытаний ядерных энергоустановок для спутников Владимир Гудилин в том же 76-м успешно защитил кандидатскую диссертацию Позже, за высокие результаты, продемонстрированные системой «Легенда» на боевом дежурстве Во время войны между Англией, Аргентиной и Заполклендские острова Владимир Евгеньевич был награжден орденом Красной Звезды Но напряжение в мире продолжало нарастать 7 ноября 1976 года В Советском Союзе отметили 59-ю годовщину Великого Октября Впервые в качестве нового министра обороны Военный парад на Красной площади Принимал маршал Советского Союза Дмитрий Устинов Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 59-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции На следующий день после праздника Устинов утвердил требования к проекту многоразовой космической системы Мало известно, что в этом документе были требования о характеристиках МКС, связанные с возможностями американского шаттла Появилась такая идея Эту идею еще обосновал институт прикладной математики Что это нужно для того, чтобы во время нырка на высоте 80 километров Сбросить ядерную бомбу Или какое-то другое оружие По расчетам уничтожить его уже невозможно Потому что времени от сброса до поражения буквально 7 минут Ничего нельзя уже сделать Ну и поэтому в ТЗ на систему и в ТЗ на Буран Заказчики, это Министерство обороны Записало, что Буран должен нырять на 80 километров Для решения специальных военных дабы В результате исследований была принята самолетная схема С вертикальным стартом челнока Буран на ракете «Энергия» Полетом по орбите С возможностью выводить космическое пространство, полезные грузы Забирать их и совершать горизонтальную посадку на Землю Мы бы могли при помощи Бурана Который был запущен Энергия, которая была запущена Вывести в одноразовом плане На опорную орбиту не 20-23 тонны А 100-105 тонн Это на первом этапе А на втором этапе За счет небольшой модернизации Форсирования двигателей Увеличения баков Мы могли бы выносить на опорную орбиту уже 200 тонн 19 марта 1981 года На американском космодроме имени Кеннеди во Флориде Произошла трагедия При заправке азотом первого летного челнока «Колумбия» Получили сильное отравление шестеро рабочих Двое из которых скончались А через 11 дней Америка вновь содрогнулась На только что вступившего в должность президента Рональда Рейгана Было совершено покушение В Вашингтоне При выходе из отеля «Хилтон» Где проходила профсоюзная конференция Было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана Несмотря на ранение президента 10 апреля полмиллиона американцев Собрались на мысе Канаверл Чтобы увидеть старт первого шаттла Но из-за отказов бортовых компьютеров Его перенесли на два дня По иронии судьбы он состоялся 12 апреля 1981 года В день 20-й годовщины полета Юрия Гагарина Двухсуточное пребывание в космосе челнока «Колумбия» Произвело в СССР эффект разорвавшейся бомбы Был шок И я не хочу пересказывать Но они конечно были удивлены Может быть кто-то был испуган Понимаете так Потому что они понимали цену этому прорыву До запланированных летных испытаний советской МКС Оставалось всего два года Но ее создание затягивалось Чтобы ускорить ход работ Был созван совет обороны В следующем году начались запуски в космос аппаратов Бор-4 Их полеты позволили в апреле 1983 года Принять программу использования МКС Планировалось, что корабль «Буран» будет выводиться в космос ракетой «Энергия» В случае необходимости его экипаж Мог применить бортовое оружие по военным объектам стран НАТО Для этого в первом варианте Он был способен нести в грузовом отсеке 15 боров Или беспилотных планирующих ядерных блоков Учитывая возможность бокового маневра Только один «Буран» мог уничтожить все живое В радиусе 3000 километров Что равно расстоянию от Флориды до Калифорнии В пору он входил в крутое такое пикирование, что ли, так скажем И задача была как можно быстрее долететь до цели Там никаких маневров Я бы назвал крылатой бомбой В начале 80-х весь мир был увлечен Очередным фантастическим англо-французским боевиком О похождениях агента 007 «Лунный гонщик» В нем Джеймс Бонд на шаттле с лазерной пушкой Спасал человечество от злодея, создавшего в космосе боевую орбитальную станцию Намек был очевиден В 1983 году президент США Рональд Рейган Объявил о принятии программы СОИ или «Звездные войны» Согласно ей, создавалась эшелонированная космическая система боевых средств Включающая лазеры для борьбы с советскими баллистическими ракетами В ответ, для поражения американских наземных объектов В СССР рассматривали возможность постройки орбитальной станции На которой могли бы базироваться корабли «Буран» В случае начала войны Они должны были отделяться и занимать позиции в космическом пространстве Переждав на орбитах обмен ракетными ударами по команде со станции Каждый из челноков мог выстрелить по целям противника боевыми блоками Они развивались в ядерном развитии Они бетонобойные развивались Могли там до 30 метров выбивать вот эти бетонные укрепления Нанесить ущерб Для нанесения, скажем так, удара из космоса По административным политическим центрам Соединенных Штатов Америки В первую очередь по командным пунктам, городам и так далее Это было достаточно, чтобы в начальный период войны Нанести такой ущерб, чтобы Соединенные Штаты не могли вести дальше боевые действия Второй вариант военной нагрузки «Бурана» предусматривал наличие на борту Разведывательной аппаратуры и противоспутникового оружия Им могли быть космические мины или ракеты-болиды «Космос-Космос» С разными боевыми частями Она могла быть снабжена ядерным, самым зарядом могла, обычным зарядом могла Снабжена быть брезантными золями Очень такое оригинальное средство противодействия звездным воинам Витчинкин занимался Для уничтожения крупных космических кораблей и баллистических ракет противника Планировалось применять третий вариант нагрузки «Бурана» В него должны были войти боевые комплексы станции «Каскад» и «Скиф» «Каскады» могли оснащаться ракетами-перехватчиками А «Скифы» — лазерными пушками Рассматривалось космическое пространство как новая среда В котором могут приниматься различные средства В том числе известные Ну что это такое? Это обычное ракетное оружие Что? Это пучковое, это лазерное оружие С самыми характеристиками Ну и другие виды В том числе, так сказать И другие виды с использованием энергии на новых физических принципах К декабрю 1984 года США провели уже 14 стартов шаттла В том числе с военными грузами по программе «СОИ» А в СССР был создан только первый самолет-аналог «Буран» БТС-02 Для горизонтальных летных испытаний Главным его отличием от штатного корабля Было наличие четырех турбореактивных двигателей Его строительство, как и последующих кораблей «Буран» Велось на Тушинском машиностроительном заводе Комплектующие детали туда Поставляли более 450 предприятий страны В первой половине 80-х Разведке США удалось наконец получить сведения о советском челноке «Буран» В КВ имени Мясищева на базе стратегического бомбардировщика «Три М» Был создан транспортный самолет «Атлант» Он выполнял задачи перевозки крупногабаритных конструкций «МКС» В одном из испытательных полетов самолет с макетом «Бурана» потерпел аварию По некоторым техническим причинам сошел с полосы Там был размокший грунт, это была весна Самолет застрял И застрял надолго И это предоставило возможность американцев со своих спутников снять его И тогда в прессе появилась информация, что русские делают советский шаттл Но американские специалисты ошиблись Внешне советский «Буран» действительно очень напоминал их челнок Однако советские конструкторы пошли по своему пути И это был принципиально иной космический корабль Шаттл для вывода на орбиту использовал два разгонных ускорителя и внешний топливный бак В то время как «Буран» базировался на самой мощной в мире ракете-носителе энергии С суммарной тягой двигателей 3600 тонн На этих уникальных кадрах вы впервые видите, как проходили испытания ее установок Двухступенчатая энергия имела пакетную схему и эффективные топливные компоненты Что позволяло ей доставлять на орбиту не только многоразовый корабль, но и другие ценные грузы Если американский орбитальный корабль «Шаттл» в качестве основных компонентов топлива Использует монометилгидрозин, как горючее, крайне токсичное и агрессивное вещество Использует четырехочек азота, так же вообще То на советском орбитальном корабле были приняты в качестве основных компонентов Не токсичные, не агрессивные и энергетически более эффективные компоненты В качестве окислителя кислород, в качестве горючего, углеводородное горючее В создании ракетных блоков энергии участвовали все ведущие двигатели строительные КБ Советского Союза Не случайно эта ракета-носитель обладала большим потенциалом Эта система должна была трансформироваться в тему вулкан Которая по своим возможностям имела возможность на опорную орбиту вывести объект Десяти тонн, не сто пять, а двести тонн И таким образом на базе этой ракеты мы могли создать станцию из двухсоттонных блоков Вместо двадцати тонн, которые сейчас И на этой же базе мы могли бы сделать космический аппарат Который бы достиг где-то в пятнадцатом году Вместе с человеком Марса и вернуться на Землю В первой половине восьмидесятых на Байконуре Было развернуто грандиозное строительство объектов, обеспечивающих старт МГС Их создавали более двухсот пятидесяти организаций из тридцати министерств Советского Союза Начальником научно-испытательного управления полигона, эксплуатировавшего эту уникальную базу Был назначен Владимир Гудилин, позже ставший генерал-майором Только в стройке участвовало порядка 34 тысяч военных, промышленность, около 6 тысяч Что в целом набиралось 1050 народу, занятых проблем Не говоря уже о всех смежниках, организациях, которые поставляли оборудование Одного оборудования мы получили, технологического, 6 тысяч вагонов Которые надо было хранить в полевых условиях, охранять 28 января 1986 года в США произошла трагедия В полете взорвался челнок Чалленджер Погибли 7 астронавтов Старты шаттла приостановили на 2,5 года А в подмосковном Жуковском 10 ноября 1987 года Начались полеты советского летающего аналога Бурана БТС-02 Строго конфиденциально 18 декабря 1987 года Вашингтон, директору ЦРУ Уильяму Уэбстеру В СССР проводятся испытания орбитального корабля Бурана Их выполняют два отряда летчиков-испытателей От Министерства авиационной промышленности и Министерства обороны Резидент ЦРУ в СССР Карл Гепхард Помимо аналога, часть полетов будущие советские летчики-космодавты Проводили на специально оборудованных самолетах-лабораториях Ту-154 и МиГ-25 Удивительно, но несмотря на строжайшую секретность Их имена быстро стали достоянием не только западных спецслужб, но и коллекционеров На БТСе мы с Алексеем Сергеевичем Бородой выполнили шесть полетов Все в автоматическом По два захода Заход, касание Начало полета на Буране У меня было море писем из-за рубежа Такие письма шли все В том числе и нам, и военным Несмотря на то, что вроде бы закрыты были Просили множество, просили авторов А в стране практически никто не знал Всего на аналоге Бурана экипажи выполнили 24 полета Из них 16 в автоматическом режиме Чтобы доставлять на Байконур летные корабли В КБ Олега Антонова Был создан самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» На этих редких кадрах вы видите, как это происходило Для запуска МКС построили почти 3000-тонный установщик На нем прошли несколько сложнейших испытаний ракеты-носителей По их завершении, в результате острых дебатов Совет обороны одобрил запуск на энергии Макета лазерного комплекса «Скиф-ДМ» В целях маскировки он получил сразу два названия Станция «Полюс» и «Мир-2» Этот полет состоялся 15 мая 1987 года Его задачей были проведение экспериментов Просто, я бы сказал, исследовательских планов Что можно, так сказать, как поведет себя лазер в космосе Через полтора года, 15 ноября 1988 Совершил полет многоразовый космический корабль «Буран» Он проходил в беспилотном автоматическом режиме Начальником боевого расчета, обеспечивавшего его старт Как и предыдущий с «Полюсом» был Владимир Гудилин Старт системы «Энергия-Буран» Есть отделение первой ступени Его фиксирует телекамера по инверсионному следу Двигатель работы в точку Стабилизация ракеты-носителя в норме После 209 минут полета Совершив два витка вокруг Земли «Буран» приземлился на космодроме Байконур Это был триумф советской космонавтики 12-летний труд полутора миллионов человек Участвовавших в этой программе Увенчался полным успехом Новость о том, что у СССР появился достойный ответ шаттлу Потрясла руководство США Сама возможность создания такого средства Она значительно охладила пыл Соединенных Штатов Америки И с момента создания системы И запуска «Бурана» Вопросы дальнейшего развития звездных войн Они пошли на убыль На убыль Мы пришли к тому, что космос Все-таки демилитаризован Мы пришли к тому, что стратегически наступательные Ядерные силы нам сокращать И появился СНВ-1 и СНВ-2 Но вскоре После переговоров с американским руководством В 90-м году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев Принял решение закрыть программу «Энергия Буран» МКС посчитали якобы слишком разорительной для экономики страны Это ложь первой гильдии Которой внедряется в умы людей Мы делали этими оборонными министерствами Товаров народного потребления и общепромышленной продукции Половина, то есть 50% И 50% на оборонные дела В эти годы На космос тратилось не больше 0,8% От внутреннего валового продукта Если мы говорили тогда о потере в сельском хозяйстве Порядка 4% То никак космос, имея менее 1% Не мог повлиять на экономику государства Наиболее драматично сложилась судьба самих орбитальных кораблей Всего в Советском Союзе, не считая отдельных испытательных модулей Было выпущено 14 летных образцов и лабораторий «Бурана» На сегодня уцелела лишь половина из них Самая печальная участь постигла первый летный экземпляр После исторического полета 1988 года Он еще дважды поднимался в небо на самолете «Мрия» для публичных показов А 12 мая 2002 года на невую ракету упала обветшалая крыша Монтажно-испытательного корпуса на Байконуре После полета «Бурана» Практический опыт генерала Владимира Гудилина Был востребован в другой области Его назначили заместителем начальника 50-го Центрального научно-исследовательского института космических средств Минобороны по науке Итогом 4 лет работы стала докторская диссертация по теме Многоразовые космические аппараты Уволившись из вооруженных сил Владимир Евгеньевич перешел на работу в РКК «Энергия» Где продолжает заниматься перспективными темами Планируем и так далее Создание двух комплексов на Плесецке Самых, так сказать, по своим задачам современных и нужных для обороноспособности страны Научно-технический задел Созданный советскими конструкторами в ходе программы «Энергия Буран» Не пропал даром Он остался в инфраструктуре в сотнях уникальных стендов, оборудования и новых технологий, которые используются сегодня в космической отрасли В 2004 году в корпорации «Энергия» был разработан проект нового многоразового корабля «Клипер», который будет выводиться на орбиту модифицированной ракетой «Союз» «Клипер» — это же быстроходное парусное судно, которое предназначалось в свое время для доставки скоропортических грузов Либо для несения дозорной службы Парусов нет, но это похоже на судно Формирование аэродинамического облика «Клипера» принимали участие и авиационные предприятия Все просчитано рядом организаций «Энергия Булт», «Снимаш», «ЦАГИ», «Экабы Сухого» И сейчас мы планируем провести продувки этих форм Интерес для специалистов представляет назначение нового корабля «Клипер» называют дальним родственником «Бурана» Это первый российский многоразовый космический корабль двойного назначения Но в отличие от транспортного «Бурана» он прежде всего предназначен для доставки на орбитальные станции экипажа из шести человек Кроме того, «Клипер» способен дополнительно перевозить полтонны грузов Включая военные спутники, ракеты «Космос-Космос», разведывательную аппаратуру и спецоборудование При двух космонавтах можно увеличить массу полезной нагрузки до полутора тонн Корабль имеет уникальную аэродинамическую форму корпуса Она позволила конструкторам в два раза снизить расчетную температуру на кромках крыльев при сходе корабля с орбиты Это существенно удешевляет проект В 2005 году корабль «Клипер» был продемонстрирован руководству страны и широкой публики на московском авиасалоне «МАКС» По мнению конструкторов энергии, реализация этого проекта позволит России сохранить лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике На Плесецке летают только автоматические объекты Пилотируемые корабли мы не запускаем Так как корабль «Союз» имеет форму капсулы И в тайге его трудно посадить А вот корабли планерного типа, они могут садиться на аэродромы Поэтому если мы говорим о развитии в Плесецке пилотируемого, так сказать, полетов из Плесецка То надо, конечно, говорить о корабле типа «Клипер» Время жуточная Главное – подъем Сентябрь 2006 года В обстановке строжайшей секретности китайские военные провели в космосе боевую операцию Направленным с земли лазерным лучом они осветили один из американских разведывательных спутников 11 января 2007 года на высоте 900 километров Китайцы поразили баллистической ракетой свой метеорологический спутник Отслуживший установленный срок Эти действия дали повод руководству США Объявить об активизации работ по созданию новых видов космических вооружений Помимо корабля «Орион», предназначенного для полетов на Луну Интенсивно ведутся испытания боевого многоразового космического аппарата «Х-37» Это должна быть полностью национальная система Они не допускают даже на уровне комплектации Европейские, канадские, японские, не говоря уже о российской комплектации В эту программу Мотивирует это тем, что США должны иметь независимый доступ в космос Это ключевое условие освоения космического пространства Были уже сбросы в атмосфере этого аппарата На следующий год, 2008, запланировано два пуска этого аппарата На ракете-носителе «Атлас-5» Это крылатый аппарат, который предназначен для решения определенных задач в космосе Может быть и ударные, но про это, естественно, не пишут Финансирование, кстати, по этой программе засекречено В этих условиях Россия, обладающая уникальным опытом создания и эксплуатации многоразовых космических систем Должна восстановить и использовать наработанное для обеспечения национальной безопасности Соратник Сергея Королева, великий ракетный конструктор Валентин Глушко Еще в 16 лет написал книгу о проблемах эксплуатации планет В ней будущий академик предупреждал мир о том, что старушка Земля не застрахована от случайных роковых воздействий космоса И продуктов деятельности самого человека В результате вся жизнь на ней может исчезнуть Выход в пополнение истощенных ресурсов и энергии Молодой конструктор видел в освоении межпланетных пространств Сегодня человечество готовится уже к промышленной разработке Луны и пилотируемым полетам на Марс Но будет ли мирным этот процесс, зависит только от нас самих Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok